Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале СОВАЛМАШ, с вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие работы происходят в ПКТБ. Сейчас мы с вами находимся в корпусе АБК, здесь полным ходом идут отделочные работы, и конкретно сейчас в этом помещении вы видите уже смонтированные межкомнатные панели, стеклянные. Есть местами панели с вставками под дерево, это не может не радовать, потому что мы, скажем так, уже начинаем видеть законченный вид чистовой отделки, и лично мне нравится то, что я вижу. При этом здесь также продолжаются работы по установке дверных рам, следом пойдут и сами двери, также вентиляционные коммуникации разрастаются все больше и больше, под потолком уже достаточно большие прямоугольные трубы. В том числе, если мы с вами зайдем в помещение санузлов, здесь есть специальные комнаты, отделения, скажем, участки, которые также предназначены для создания всех этих инженерных коммуникаций. И по большей части они тоже уже смонтированы. Также сейчас уже ведется в целом работа над формированием санузлов в части АБК. Уже подобрана плитка, уже подобраны раковины, унитазы и все, что необходимо для дальнейшей их работы. Сейчас мы с вами перешли в основную нашу галерею, где располагается временный склад под инженерные коммуникации. Мы с вами видим, что этот склад уже начинает редеть, в подтверждение моим словам по выполнению работ, достаточно большое количество труб прямоугольного сечения. Мы с вами видим то, что вот середина пустеет, добавились новые экспонаты. И самое главное, что помимо самих коммуникаций мы с вами уже можем наблюдать инженерные системы. То есть это вот такие достаточно мощные двигатели, объемные, улитки. Скажем так, вот все это будет смонтировано и уже в ближайшее время, я надеюсь, что мы сможем начать заниматься климатическими установками. И на самом деле мне есть, что еще вам показать по климатическим установкам, но это мы сделаем, когда перейдем с вами на улицу. В том числе мы с вами видим, что количество отделочных материалов, плитки, клея, ротбанта тоже растет. И это очередной раз говорит нам о том, что темпы по отделке будут только наращиваться. Также мы с вами здесь наблюдаем лазерное оборудование, которое поступило к нам из Китая. Мы вам показывали его в упакованном виде. Сейчас уже мы его накрыли, скажем так, пленкой перед тем, как приступить к монтажу. Он уже, возможно, даже расставлен на свое законное место, но, скорее всего, будет несколько смещен, потому что здесь будут сформированы специальные бухты для хранения металлов, будут специальные стеллажи для также металла, для отходов. И, по большому счету, все это пространство можно занять подобными комплексами. В идеале здесь их поставить два в ряд, и тогда мы с вами сможем существенно повысить производительность наших производственных мощностей по изготовлению установочных мелкосерийных партий двигателей. С чем нас и поздравляю. Сейчас мы с вами переместились в индивидуальный тепловой пункт. Мы уже можем наблюдать высокую степень его готовности. Видим то, что все трубы были смонтированы. Обтянуты, протянуты, и, скажем так, данное сооружение уже находится под давлением. При этом мы с вами видим, что смонтирована теплоизоляция, так называемая шуба. Продолжается работа над, скажем, финальными штрихами. Установлены шкафы автоматизации. Распространяются по этому помещению датчики всевозможные, которые тоже нужно будет подключить к единой системе управления. Ну и, конечно же, здесь пойдут большие косынки и разводка всего этого хозяйства по всему зданию ПКТБ. Ну а сейчас мы с вами можем сказать о том, что здание АБК переходит на очередной новый этап своего существования. Мы сейчас с вами стоим на третьем этаже и наблюдаем то, что частично стяжка пола чистового уже выполнена. Дальше за моей спиной мы видим, как сейчас происходит заливка оставшейся части. Там уже под ней смонтированное отопление коммуникации. Также видим то, что вентиляционные коммуникации практически в полном объеме смонтированы. Поэтому удобство и комфорт для сотрудников, которые будут здесь располагаться, уже сформированы. Ну, я думаю, ребята сейчас покажут вам побольше кадров о том, как этот процесс происходит. КОНЕЦ КОНЕЦ сейчас мы с вами переместились на главный и единственный въезд на территорию площадки существующий на сегодняшний день мы с вами можем сразу наблюдать что вот все то место где ранее располагался временный строительный городок было полностью очищена сейчас вот остались еще скажем металлоконструкции которые сейчас также будут вывезены мы видим с вами полное отсутствие временного забора были бы полностью демонтирован вывезены плиты вывезена самая металлоконструкция не сейчас это место уже подготавливается к монтажу финального вида забора с этой же стороны мы с вами можем наблюдать что уже начат монтаж выставлены рэпера как бы продолжается несколько не теми темпами которые мы бы хотели видеть но скажем так погода вносит свои коррективы поэтому я думаю что несмотря на это в ближайшее время мы с этим разберемся и забор будет уже выставлен до конца всей территории ну и дополнительная срезка кадров в этом видеоролике по причине того что я не упомянул самого главного во первых конечно же продолжается монтаж бордюрного камня но и самое это главное заключается в том что наш долгожданный прокол который был ранее осуществлен сейчас скажем подготавливается к уже своему закрытию обратной засыпки и восстановлению соответственно территории сейчас мы из-за погодных условий вынуждены были начать откачку влаги потому что там собирается ливневая канализация и скажем вся вода как раз таки попадает на финальную точку прохождения нашего прокола но скажем все необходимые меры уже были предприняты поэтому в ближайшее время мы эту территорию полностью восстановим сейчас мы с вами переместились к точке подключения холодного водоснабжения здесь был проделан достаточно серьезный фронт работ но сейчас мы вынуждены были сделать паузу по причине того что компания проектировщик который уже не работает на нашей строительной площадке допустила ошибку и на пути следования наших строителей возникла коммуникация которая там по изначальному плану быть не должна поэтому сейчас было проведено большое совещание были предприняты все необходимые меры подготовлен план по обходу этих коммуникаций заказаны материалы необходимые для этого и мы ждем их поступления к нам на площадку как только они поступят строители продолжат работу и придут уже к восстановлению ландшафта сейчас мы с вами переместились к задней части здания и смотрим на климатическую платформу здесь сейчас работает строительная техника поэтому будет достаточно шумно но придется потерпеть а что было сделано мы с вами видели в прошлых наших видеороликах магистраль трубопровода по которой будет транспортироваться теплоносители тиленгликоль в нашем случае она была полностью смонтирована произведена гидроизоляция обратная засыпка и сейчас уже здесь ездит тяжелая техника при этом формируется платформа для принятия асфальта асфальта мы про это уже говорили неоднократно но сейчас стадия финальная мы с вами видим уже также установлены бордюрный камень опалубку для его подливки и что больше всего меня радует и скажем так воодушевляет что было проведено все тоже большое строительное совещание и в результате чего был поставлен план работ на завтрашний день и в ходе этого плана завтра строители должны приступить к укладке асфальта поэтому несмотря на погоду которая внесла серьезные коррективы в скорость произведения работ я очень надеюсь что завтра у нас появится асфальт и по правую сторону от здания с чем всех нас и буду поздравлять в следующем нашем видео по крайней мере очень на это надеюсь мы с вами переместились в менее шумный участок нашей площадки здесь наверное мы с вами подведем итог сегодняшнего видео все на самом деле очень просто работа происходит много выполняется поставленные задачи мы идем к намеченной цели скажем так погода нас действительно не радует и вносит свои коррективы но надо отдать ей должное сейчас уже скажем зима близко и несмотря на это в этом году она начинается достаточно поздно поэтому многое из того что мы должны были сделать мы уже реализовали ну а что-то нам еще предстоит поэтому я очень надеюсь что благодаря нашим общим усилиям мы сможем до зимы закончить работу с территорией уйти полностью внутрь здания и уже продолжить работу там поэтому спасибо за внимание спасибо за поддержку за участие подписывайтесь на наши социальные сети и оставайтесь в курсе всего что происходит жизни проекта сова ваш до новых встреч